Здравствуйте, дорогие слушатели проекта EG70.ru! И сегодня мы с вами будем решать демонстрационный вариант по EG-английскому языку, а именно задание группы B11-B16. Итак, суть самого задания. Прочитайте приведенный ниже текст, преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные заглавными буквами после номеров B11-B16, так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы B11-B16. Итак, давайте начнем. Задание B11. Certainly people seem to get a taste for it. Some British are definitely sure that people should all be singing or chanting for the good of our health. У вас есть одна минута на это задание. Ответы пишите, пожалуйста, в чат. Продолжение следует... Итак, давайте переведем предложение. Переводим только то предложение, которое нам нужно преобразовывать. Некоторые британские ученые определенно уверены, что людям следует петь и распиваться, так как это очень хорошо для здоровья. Some British, то есть здесь нам нужно необходимо множественное число. Researchers, исследователи. Давайте запишем. Researchers. Переходим к заданию B12. They, singing will become as popular as yoga nowadays all over the world. У вас есть одна минута на это задание. Ответы пишите в чат. Спасибо. Ответы пишите в чат. Давайте переведем. Они предсказывают, что пение станет таким же популярным, как и йога в наши дни по всему миру. Нужно преобразовать prediction слово в глагол, то есть they predict. Они предсказывают. Переходим к заданию B13. Singing feel good endorphins, eating chocolate does too, but singing is less fattening. У вас есть одна минута на это задание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давайте переведем. Пение производит положительные эндорфины, такие, которые мы получаем от поедания шоколада, но пение менее калорийно. Опять же, нужно преобразовать глагол. То есть правильный ответ у нас будет produces. Давайте его запишем. Не забываем окончание, да, и S. Переходим к заданию B14. Singing is a great way to work out. It's an aerobic exercise that increases oxygen levels in the blood without leaving you hot and... У вас есть одна минута на это задание. Ответ просто пишите в чат. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, перевод таков. Пение — это хорошее занятие, так как это аэробное упражнение, которое повышает уровень кислорода в крови, при этом не делая вас мокрым и вспотевшим. Нам нужно прилагательное. Sweetie. Переходим к заданию B15. It's very hard to worry and sing. Singing reduces stress levels and blood pressure. У вас есть одна минута на это задание. Ответы пишите в чат. Давайте продолжим, да, с этого места. Итак, давайте еще раз, то есть прочитаем. Singing is a great way to work out. It's an aerobic exercise that increases oxygen levels in the blood without leaving you hot and... Пожалуйста, подумайте минуту, затем мы продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, давайте переведем. Пение — это хорошее занятие, так как это аэробное упражнение, которое повышает уровень кислорода в крови, при этом не делая вас мокрым и вспотевшим. Нужно прилагательное. Давайте запишем. Правильный ответ — Sweetie. Переходим к заданию B15. It's very hard to worry and sing. Singing reduces stress levels and blood pressure. У вас есть одна минута, чтобы подумать над этим заданием. Ответы пишите просто в чат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давайте переведем предложение. Это очень трудно беспокоиться и петь одновременно. Пение понижает уровень стресса и давления. Нам нужно наречие. То есть одновременно. Simultaneously. Субтитры создавал DimaTorzok Singing instead of Prozok У вас есть одна минута на это задание. Ответы пишите в чат. Субтитры создавал DimaTorzok Профессор Гренвилл Ханкокс, глава Сиднейского исследовательского центра культуры и здоровья в Кенте, Работал над тем, чтобы переубедить медицинскую профессию выписывать занятие пением вместо Prozok Это, видимо, какой-то компонент медицинский. Необходимо нам прилагательное. Medical. Правильный ответ. Давайте запишем. Итак, сейчас будет перерыв в 2-3 минутки, затем мы продолжим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Всем здравствуйте! Меня зовут Аня. И сегодня мы с вами выполним задание B3 базового уровня. Нам нужно будет сначала прочитать вопросы с 1 по 6 и установить, в каких текстах с APF можно найти ответы на эти вопросы. Затем занести эти ответы в таблицу, ну и в задании один текст лишний. Давайте сейчас вместе прочитаем эти вопросы. У вас есть полминутки, чтобы перевести эти задания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну и давайте теперь перейдем вместе. Какая компания никогда не говорит о его соперниках? Какая компания подвергла риску знаменитого человека? Какая компания ассоциируется с традиционным американским стилем жизни? Какая компания попыталась сместить соперника с лидирующих позиций на рынке? Какая компания содержит их формулу в секрете? И какая компания рекламирует его продукты, сопоставляя их с определенным стилем, ну или с молодыми людьми? Сегодня мы будем говорить с вами о двух компаниях Pepsi и Coca-Cola. В принципе, мне кажется, это интересно. Ну и давайте начнем. Для начала прочитаем первый текст. У вас есть полминутки, чтобы подумать над ответом. Ответы пишите в чат. Ответы пишите в чат. И это у нас вопрос номер три. Какая компания ассоциируется с традиционным американским стилем жизни? Давайте посмотрим слова, которые подтверждают этот цвет. American dream. Американская мечта. Ну и самое последнее предложение. Дома в Соединенных Штатах. Ну это как бы Coca-Cola считается традиционной Америкой. Свобода, семейная жизнь и так далее. Давайте перейдем ко второму тексту. The receipt for Coke, codename Merchandise 7X, has remained and changed since 1886, when John Steve Pemberton, a famousist from Atlanta, invited it, and the secrets which surrounded it was legendary. У вас есть полминуты, чтобы выполнить задание. Хорошо. Мы видим финальный бумаг. Я предпочитаю еще один. Теперь предпочитаем еще один. Еще один. Продолжение следует... Ну и здесь ответом будет вопрос номер пять. Какая компания держит их формулу в секрете? Первое слово, которое нам дано в подсказку, это receipt, рецепт. И secrecy, все-таки на первый слог падает ударение, это как тайна. Ну, если вы знаете перевод одного из этих слов, то, в принципе, можно было бы легко догадаться. Давайте перейдем к следующему тексту. У вас есть полминуты, чтобы подумать над ответом. Продолжение следует... И это будет вопрос номер один. Какая компания никогда не говорит о его соперниках? Ну, во-первых, у нас слово соперник повторяется в этом тексте. А во-вторых, если мы переведем самое последнее предложение. Пепси никогда не используют... Ну, в смысле, пепси вообще никогда не используются в штаб-квартире, можно сказать, Coca-Cola в Атланте. Все они о них никогда не говорят. Пепси. У вас есть полминуты, чтобы подумать над ответ. Пепси. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... И это будет вопрос номер 6. Какая компания рекламирует его продукты, сопоставляя стилем и с молодыми людьми? К чему, мне кажется, прям практически то же самое в последнем предложении. Прейдем к тексту И. У вас есть полминуты, чтобы подумать над ответом. И это будет вопрос номер 4. Какая компания пытается сместить лидирующие позиции соперника на рынке? Смотрите. Понемногу объявления помогли Пепси убрать Кока-Колу с лидирующих позиций на рынке. У вас есть полминуты, чтобы подумать над ответом. Спасибо. 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 avec Bucay. Ну, это вот будет как раз тот самый личный текст. Здесь, ну, в этом тексте мы можем узнать про Михаэля Джексона, когда Пепси заметила его на пике его славы. Его альбом-трейлер был продан более чем в 40 миллионах копиях и стал бестселлером всего мира. Вот, давайте перейдем к последнему тексту. Ну, у нас здесь остался единственный вопрос, это вопрос номер два. Какая компания подвергла риску знаменитого человека? Ну, что нам может здесь помочь? Что он зарабатывал, как бы, он также зарабатывал опасные деньги, если можно так выразиться. Он появлялся в кадре с животными, дикими животными. И его волосы загорелись во время того, как снималась реклама по телевизору. И его доставили в больницу для лечения. Ну, на этом все. Не забываем писать правильные ответы в таблицу. Я с вами прощаюсь, но будет еще одно задание буквально через две минуты. Спасибо. 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 У нас есть слово evaluate и у вас одна минута, чтобы преобразовать его и написать ответ в чат. и у вас одна минута. Спасибо. 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 Итак, давайте посмотрим на правильный ответ и перевод. Многие люди производили исследование о том, как улучшить курсовую работу при дистанционном обучении и об оценке преподавания материала. Итак, правильный ответ – evaluation, да, существительная. Так, переходим к следующему заданию. Итак, у нас есть слово meaning и у вас одна минута, чтобы преобразовать его и написать ваш ответ в чат. Спасибо. 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 , из-за estat texto. Спасибо. И так, давайте посмотрим на перевод и правильный ответ. Большая проблема состоит в том, что люди часто обманывают преподавателей при дистанционном обучении. Многие преподаватели сейчас разрабатывают способы сохранения дистанционного обучения от превращения в бессмысленное. Здесь нам нужно прилагательное с отрицательным значением. Поэтому мы добавили суффикс lease и получили правильный ответ – meaningless. Итак, переходим к следующему заданию. One way to improve them is to change the way they are taught. У нас есть слово continual. И у вас одна минута, чтобы преобразовать его и написать ответ в чат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, проверяем. Один из путей исправить это – постоянно изменять способ преподавания. Итак, в данном случае нам нужно было наречие. И мы добавили суффикс – ly и получили правильный ответ – continually, постоянно. Итак, переходим к следующему заданию. У нас есть слово differ, и у вас одна минута, чтобы преобразовать его и написать ответ в чат. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Учителя начинают требовать разные классные работы для одного и того же курса, который они обучают. Итак, правильный ответ... Переходим к следующему заданию. Я думаю, что это было несложным совсем. They also ask students to become more with their homework and the project they have to complete. Итак, у нас есть слово active. Будьте здесь внимательны с этим заданием. Оно не очень простое. И у вас есть одна минута, чтобы подумать и написать ответ в чат. Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте посмотрим на перевод и правильный ответ. Они просят учеников быть более вовлеченными в выполнение домашних работ и проектов, которые они должны сделать. Итак, здесь нам нужно слово вовлеченный. Поэтому мы добавили приставку inter и получили слово interactive. Итак, давайте посмотрим на следующее задание. Итак, у вас есть одна минута, чтобы преобразовать слово require и написать ваш ответ в чат. Спасибо. 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 В курсе расписание. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Всего доброго. До свидания.